Распространяющийся на территории Китая новый коронавирус представляет биологическую угрозу для населения России. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Сергей Краевой. Сейчас запрещен любой контакт с заболевшими. Перелеты восточной страны на карантин закрыты целые города. Общественно растает паника и появляется множество вопросов, вплоть до приема китайских посылок. Тема стала одной из основных на медицинской конференции, которая прошла в областной клинической больнице. Подробности в первом материале выпуска. По последним данным от смертельного китайского коронавируса 2019-19 НСОВ умерли десятки человек. Всего зарегистрировано более 800 случаев заражения, большинство из них в городе Юхань. Несколько случаев зафиксировано за пределами Китая, в Японии, Южной Корее и Таиланде. Известно, что вирус передается от человека к человеку. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать почти 2000 человек. ВОЗ готовится к тому, что дальнейшее распространение вируса произойдет. Все больницы мира должны принять меры предосторожности. Ученые со всего мира уже начали изучать новое заболевание. Сделаны первые выводы. Это респираторная болезнь. С ними согласен и главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России Николай Брико, который посетил Тверь в рамках научной конференции по иммунизации. Это и есть респираторная инфекция. Это один из вариантов коронавируса. Это один из этиологических агентов острых респираторных вирусных инфекций. Потому что эти инфекции, они передаются аэрозольным механизмом передачи. Разговор. А если, не дай бог, еще чихнет человек, да, и так далее, и при этом руками начнет закрывать свое, так сказать, вытирать там что-то, то, а потом этими же руками он где-то и в общественном транспорте, или себе в глаза и так далее, в нос лезет. Ну, это возбудительность сохраняется довольно длительное время на различных объектах внешней среды. В Тверской области из-за вспышки инфекции поднялась волна обсуждений. Можно ли заразиться вирусом, принимая посылку из Китая? Ведь людей, которые покупают товары с помощью торговых интернет-площадок, с каждым годом все больше. Николай Брико заверил, что это крайне нестойкий и малозаразный вирус. В полуторамиллиардном Китае всего 500 заболевших. Если бы вирус был действительно таким заразным, как, например, корь или грипп, то заболевших было бы уже 50 тысяч. А тут единичные случаи. Поэтому опасаться коронавируса не стоит. А вот гриппа – наоборот. С каждым годом вирус гриппа все больше мутирует. Бороться с ним становится все труднее. А стопроцентную гарантию по защите может дать лишь вакцинация. Очень распространены эти инфекции. Они составляют более 90% в структуре всех болезней. И, к сожалению, протекают далеко не всегда легко. И серьезные осложнения есть. И умирает – это не меньше, чем сейчас от этих случаев. Новый вариант коронавируса, который зарегистрирован впервые в Китае. В Тверской области в зимний период 2019-2020 годов увеличилось количество тех, кто вакцинировался и не прогадал. В Верхневоложье за 4 месяца расчетный эпидемический порог ни разу не был превышен. На сегодняшний день в Тверской области проблема с заболеваемостью находится на стабильном уровне. Да, мы сейчас в середине сезона заболеваемости ОРВИ и гриппа. Что касается других инфекционных болезней, то заболеваемость не превышает среднем многолетних значений. Переносить на ногах ОРВИ, а тем более серьезные заболевания, ни в коем случае нельзя. Работы много, делать ее некому. В стране кризис, потерять место не хочется. Это частые объяснения, которые слышат врачи на приеме. Тем не менее, недолеченные болезни могут обернуться терапией или операциями в стационаре. И тогда точно придется надолго выпасть из социальной и семейной жизни. Следите за своим здоровьем, умейте работать и отдыхать. И тогда никакой вирус не застанет вас врасплох.